И снова здрасте, это как всегда канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня 10 февраля, среда. И сегодня мы будем пытаться выполнять бонусы. А почему их нет? С утра специально зашел, посмотрел и есть. А сейчас почему-то не видно. Ладно, выходим на линию. Может в гарантиях где-нибудь? А, да, вот в гарантиях. У нас получается нужно сделать 80 заказов и мы получим плюс 62 рубля. До 13-го включительно, с 7 до 12. Все, ждем выгодный заказ. Вышел я, конечно, не в 7, а в 7.30, как обычно. Ну, уже привычка такая. В 7.30 я начинаю работать. А неужели что-то дождался? Правда, не очень хорошее. Плюс 2, комфорт плюс на Корженевского. Ладно, поехали. Потому что я уже простоял 15 минут. И первый заказик мы выполнили. Осталось 79. Идем к успеху. Ну что, вот он засчитанный. Ну, я так думаю, когда выпуск выйдет, уже не будет личных бонусов. На выключенном я перевалил сюда, на Дзержинского. Потому что там заказы такие прилетали через весь город, куда-то в центр. А мне это не очень интересно. Потому что в центре что у нас сейчас происходит? Ну, как бы такая воронка небольшая. Ну, естественно, зоны самые дорогие здесь. Но я почему-то опять не в зоне. Кстати, вот, блин, все в одночасье. И гарантии, и зоны, и личные бонусы. Что-то очень странное происходит. То ли у Яндекса машин не хватает вывозить все заказы. То ли конкуренция так действует. По крайней мере, хотелось бы в это верить. И Яндекс зашевелился немножко. А то уж как-то очень свободно он себя чувствовал. Я думаю, многие из вас не сталкивались вообще с личными бонусами. Первый раз катали, либо посмотрели первый раз, что это такое. Когда они еще были, ну, были суммы, конечно, поприятней. Там, я помню, что-то и 100 рублей были, и 120, то ли 140. Не дроится. Плюс 6 этот заказ. Значит, второй выполняем. Тоже далековато, но ладно, едем. 10 километров нам ехать предстоит. Но тоже смысл зоны сейчас теряется. Потому что коэффициент плюс 6. Вот так вот, а в ответ тишина. Ницарское это дело с нищебродами здороваться. Я не понимаю, что происходит. Где коэффициенты? Смотрите. Нету вообще. Ну, они есть там, где зон нету. Поэтому я теперь хочу прыгнуть вот в эту зону. Сейчас вот только развернусь и сюда сразу. Вот здесь она должна нормально сыграть. Если заказ, конечно, придет. Пока идем так себе. Полтора часа, только два заказа мы сделали. По тарифам, кстати, в этот бонус, блин, я даже не знаю. Наверное, все подряд включается. Потому что вроде как информации там в СМС не было. Какие именно тарифы туда входят. Наверное, все подряд. И в чате я спрашивал у ребят, тут здесь прописано. Но мне, к сожалению, никто не ответил в других городах, есть бонусы или нет. Так что, предположительно, только Минск. А так вообще, для тех, кто не знал, это личный бонус. Он присылается каждому водителю лично. Но не каждому. Может быть, кому-то не присылают, кому-то присылают. И у всех разные значения. У кого-то 90 заказов за 4 дня сделать. Вот у меня, к примеру, 80 заказов нужно сделать. У кого-то меньше. Я видел там 32 заказа, то ли 31, что-то такое за 4 дня. Я думаю, все зависит от того, сколько вы в среднем выполняете за определенный период времени заказов. Просто я не знаю, как там Яндекс считает за неделю, за месяц. Вот он среднее берет и рассылает всем, кому он считает нужным. По километражу мы сегодня плохо идем. Потому что, вспомните, прошлый выпуск там практически один к одному было. А сегодня, смотрите, я уже 28 километров намотал. А денег у нас только 14 рублей. То есть, это километраж уже в 2 раза превышает. Соответственно, мы плохо сегодня работаем. Поэтому все, остановимся и ждем. Какой-то сугроб заехал. Из зоны даже коротыша урвал. 2,5 километра. Прикольно, я уже не ждал ничего. Уже стоял минут 15. Доброе. По кругу верчусь. Всем мешаю. Если в стране что-то повиняется, когда всех принимают решения, в том числе в частном бизнесе, перестанут быть идиотами. Как в частности, с этим паточком. Да? Везде хватает. Идиотов, я бы так сказал. А это говорят в самой крупной организации в мире. И у них есть представители везде. Идиоты. Несколько раз вызвали на независимость от отдачи показаний. Теперь у них с утра Яндекс предлагает 2 варианта. На работу. Как это? А, он рекомендует, запоминает по частой поездке или что? Два раза вызвали. Так он терпеть все так же. Поехал отсюда с утра. Скоро поменяет на работу будет. Думаешь, он на работу везет. Хороший пример того, что важен не возраст, что человек за это время своей жизни воспитал. Текст канцлер ФРБ, вверх критики, попытки проводить международную политику посредством Советского Союза. Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда имели хорошее отношение с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было. Заметил бывший федеральный концерт в Германии, Герхан Шея. Ну, я понимаю, что человек, что в жизни не зря. Понял ошибки. Да, да, да. Я скорее о том, что... Я очень удивляюсь, когда будет типа, что он старше, он лучше знает. Блин, я не подожди. Потому что он старше, это ничего не значит. Значит, он просто дожил в такой возрасте. У нас много великого возраста. Пассажир приехал, ну, женщина, она сама из Германии. И она в Беларуси, рассказывала, уже живет, что-то около пяти лет. И она именно рассказывала про эту ситуацию, что в Германии до сих пор вот жители, которые там старшее поколение, чувствуют вины у них почему-то вот. И перед тем, что они сотворили во время Второй мировой. Ну, те, кто творили. Ну, это она так рассказывала. Да, те, кто творили, конечно, они уже не особо испытывают чувство какой-то совести, потому что их мало уже все-таки осталось. Это она именно рассказывала про этих иммигрантов, которые у них все. Там же, ну, в Германии много. Кого там, арабов или турков? Да, много всяких. И она говорит, вот именно из-за этого они, ну, относятся более лояльно к этим иммигрантам. Относятся, но те уже начинают просто офигевать. Ну, там на самом деле, да. Я в самой Германии не был, я был в Австрии, в Вене. И там реально каждый третий просто темнокожий, да, там. Да, да, да. Скоро будет. И, ну, для меня это было очень непривычно. Зачем эти иммигранты приезжают? Это не люди, которые едут с целью чего-то добиться. Это люди, которые в большинстве своем, потому что в происходящих в их странах событиях просто уезжают. Ну, да, это вот, где тепло и мято. А, но они считают, что им получше будет. Нет, это немножко другое. Считают и хотят нагло пользоваться. К сожалению, большая часть людей нагло пользуются ситуацией. В странах Евросоюза разные пособия по безработице. Есть более бедные регионы. Сами по себе страны с очень высоким процентом внешнего мира дуга по отношению к ВВП, типа, там, Италия, Греция, Испания. Вот, поэтому там не очень высокие пособия по безработице. В то же время, как в Германии, какой-нибудь или Франции, или в Австрии, наверное, тоже. В Австрии, в том числе, да. Там гораздо более высокие пособия по безработице. И эти все люди, несмотря на то, что проще гораздо, если тебе действительно, ты убегаешь от войны и так далее, то проще меньше посесть в Испании, в Италии, в Греции. Там более теплый климат, там более близкий менталитет, на самом деле, даже им. Но они едут туда, где больше пособия. Где выгоднее. Конечно. Вот и получается, они действительно пекут от чего-то, или они едут на что-то. Приведу второй пример. Часть тех людей, которые сейчас сидят в Польше, которые уезжали отсюда, придумали, что их преследуют. 99% этих людей не имеют никаких дел в отношении себя. В худшем случае, их максимум могут вызвать на беседу, просто для дачи показаний, но без цели ареста. Только у одного процента есть какие-то дела. Ну, потому что реально, люди где-то начудили. Ты там камнем попал в Омоловца, то еще что. Ну, да, там много статистик. За которые, на самом деле, наказывают любой стране, не надо к этому политический аспект привязывать. И в Нидерландах, простите меня за мой французский, пиздят откровенно. Просто мы не читаем нидерландскую нехту. Мы читаем белорусскую, по-сому. И не знаем всего того, что происходит там. А витрозаписи более чем хватает в интернете, подтверждающих мыслей. И сейчас люди, приехав туда в сентябре, в октябре, получили там релокационный выплат по 1600 евро. А дальше, они же как говорят, что это же Европа. Мы же тут камок нужны, нам тут всем помогут. А оказалось, что нет. Не нужны ни камок. Во-первых, у них у самих сейчас в Европе своих проблем хватает из-за локдауна. Закрываются бизнесы. Растет безработица. В-третьих, наши многие, кто уехали туда, слишком перерасчитывали на себя, оказывается. Нам надо впахивать. В отличие даже от Беларуси. В Беларуси гораздо проще, меньше делать чего-то и при этом жить. Потому что у нас даже худо-бедно, но с голоду не подохнешь, потому что хоть какую-то фиговую работу мы всегда больше иметь. Пусть даже сторожи. Пусть он где-то на каком-нибудь заводе подходит. Ну, мне кажется, маломальская хотя бы голова на плечах, кто, в принципе, заработать сможет. У кого есть голова на плечах, те работают. Я там был полгода. Я, наверное, был чуть ли не единственным человеком, у которого были деньги, потому что я просто работал по своей специальности программистом. Я просто переехал в другое место, я продолжал там работать программистом. Остальные сидели, простите, и последний хуй без масла передали. И сейчас люди. Еще хуже ситуация. Вот мне сейчас подруга пишет. Я ей говорю, езжай обратно. Уточним вопрос, чтобы там по тебе дел не было и так далее. А если где-то какая-то там досредственная проверка, то вопрос, как ты себя поведешь. То есть ты придешь, будешь бить грудью, гулаком в грудь, рвать тебе мяшку, конечно, ты скорее всего присядешь. То есть ты там агетировал людей, отменил очага и прочее. Но они уже получали статус политического беженца? А это политический беженец, это то, что другая страна признает, кто-то ничего не говорит. Но у нас это не скажется, о том, что признали в другую страну? Да, то, что там признали, это законы другой страны. Они могут признать, что угодно. Даже Микки Мауса президента. Но вот это не поменяется. Просто я знаю, у нас как бы не очень хорошо относятся, если ты там гражданство другой страны получил. Может точно так же сыграть? Там лежат следующие единицы. Без разницы, да? Это сложная долгая процедура, которая длится минимум полгода. Там решение беженства принимает в суд. Вносит решение. А все остальные просто по визам. Франные визы, квартарные визы, это все будет. Важного всего человека себе представляют. Если он приезжает и говорит, что я буду дальше призывать выходить людей на улицу, ну, чувак, ну, направляйся по себе. И здесь по себе законодательство. То есть поменять, надо его как-то как минимум с большим множением относиться. Прийти к нормальным цивизонным пунктам власти и поменять законодательство, если так лучше. А нарушая закон, просить себе требовать его отмены, ну, это как бы такое. Давайте сейчас у нас начнут убийцу, массово убивать и требовать отмены отмены этого закона. Аналогия, конечно, грубая, но суд примерно до ночи. Больше части людей эти все протесты не нужны. Они у меня были знакомы. А я же как бы сам был раньше там с оппозиционным, но просто понял, что это бесполезно эти действия, что в гаде стране это бесполезно, я лучше здесь, чтобы полезно. Я знакомый с Абаличем, когда ты делал по хоккею. Круто. Ага. Только государству выплатили миллион за это компенсации договору. А, да? А у нас даже ничего не слабого государства, потому что все было построено заранее. Ну, да, как бы в прошлый раз все подготовлено. У нас уже было все подготовлено. У нас есть один главный любитель хоккея, который все построил уже за последние 20 лет. Максимум, что надо было, это чуть-чуть маркетинга сделать, там, рекламу, это как бы, простите, меня. Только вот для государства, наверное, деньги не большие. Миллион. Но все равно. Ну, да, сам факт. Говорит, а... Такое мне говорит, что у меня типа турфирма. У меня было много заказов. 15 тысяч долларов только вот у меня в небольшой фирме. И мне сорвали заказы. Я вот на это получил и... Ну, вот в чем преимущество. Пострадали бизнесмены, люди обломались, а власти по пропадам. В принципе, ну, как бы... Да, компенсацию получили и все. Да, символичную мы получили компенсацию. Я просто задаю даже вопрос, назовите мне какие-то санкции, которые были фиктивны в этот раз. Даже персональные. Ну, ввели там отношения Беларусь-Калия. Беларусь-Калия просто открыл Швейцарий, офис делал уголовным, юридически и все. Санкции в отношении или как? Это вообще глупость. Человече, в этих людей обычно есть паспорт еще, у них другого гражданства. Ну да, как правило, а то и не один. Санкции в отношении чиновников, так многие из них, потому что никого и так имеют доступ в ГУС-Тайне, они не скажут, что шибко ездят по Европе. Это точно. Они могут спокойно променять Черногорию на Геленджик, и ничего не потерять. Да многие даже просто и не выездные. Да, да, да. Взять каких военных, они же вообще не могут выезжать. Поэтому они и так в Россию ездят. Но они изначально знали об этом, когда пришли на службу. Фиберальные европейцы не совсем выгоряют, что нашему, словом и говоря, русскому человеку, вообще человеку на Руси, это все можно разломать. Да нет, мы же безезжать. Одной простой фразой. Наш человек это все ломает. Он говорит, фраза и чо. Хорошего дня. До свидания. Да, есть такая фраза. И чо. Сам часто пользуюсь. Ну что ж, наши показатели увеличиваются. Шесть заказов мы уже сделали. Где наши гарантии? Чик-чик-чик. Персональные цели. Шесть. Но проблема в том, что как-то вяло идут заказы. Есть такое подозрение, что все рванули на эти бонусы и теперь сидят, выжидают заказы. Я оказался на Богдановича. Ха-ха, пожаловался. Смотрите, заказ прилетел. Давай. Блин, ненавижу этот двор. Я вот сейчас туда схватил заказ. Тут вроде как приезжаешь, упираешься, я не знаю, открывают они, не открывают. Раньше они открывали, потом я перестал сюда ездить. Хрен пойми, что тут делать. Жмем на месте и ждем. О, открыли. Хе, повезло. Я думал, не откроют. Так, хорошо. Поехали дальше. Где остановиться лучше? Да, сюда далеко. А там где остановиться? А, там... А вот где? Перед красником. Вы знаете, я понял, какая стратегия должна быть в эти дни. Что прилетает, то и хватает. Потому что только что я был в центре, потом внезапно меня закинуло в ручи, потом опять в центре, а сейчас по Захаровой еду. Еще два заказа сделан. Итого восемь. Хо-хо. А вообще, если бы по заказам было не так плохо, то я планировал сегодня максимально сделать заказов. Не знаю, там от 30 до 40, сколько бы выдержал. У меня как бы стоят персональные цели в 80 заказов. Ну, если разделить их на 4 дня, то по 20 заказов в целом нормально получается. Но один-то день выпадает на субботу, а в субботу я работать не хочу. Поэтому я попытаюсь за 3 дня это все сделать. Вот сегодня, завтра и послезавтра будет пятница. В пятницу будем добивать. Я тут невзначай заметил кэфчик вот в этом райончике. 12 часов, а там светится кэф. Как так? Поедем проверим сейчас. Ну, скорее всего, будет как всегда. Я пока доеду, он уже потухнет. Но здесь возле замка все равно делать нечего. Тут постоянно большая концентрация машин, и тут как-то редко заказы прилетают. Поэтому я в любом случае туда еду, а там посмотрим, что-нибудь выгодное может и споймаем. Ну, дальше я не поеду. Вот на Ольшевского сейчас сверну. Может что-нибудь и прилетит. Я и так сегодня уже километров намотал. И, кстати, идет снег. Обещали ясное небо. Небольшой такой, но снег. Я не знаю, видно через мое стекло, которое полностью в суле. Все-таки лысый прилетел. Но на Неманскую. Может там чего-нибудь споймаем. Прикиньте, вот что ящер делает со мной со своими бонусами. Только что поездочку влупил 20 километров по Кольцевой. Хотя раньше я бы не повел. Но плюс в том, что это был К+, и он был плюс 2. То есть в принципе нормально получилось. 16-50, что-то там такое вышло. И вы же понимаете прекрасно, что эти бонусы это чистой воды разводилово. То есть по факту, как я уже и говорил, получается, что он просто кусочек комиссии возвращает. То есть если посчитать, а я посчитал, к примеру, он мне платит 62 рубля, я выполняю 80 поездок. Итог, 77 копеек он доплачивает за каждый заказ. И то не доплачивает, а просто возвращает из того, что забрал. Так что его задача, главное, нас заставить работать. Ну, собственно, что у него и получается. Люди совсем обленились. Чуть-чуть. Тут реально два шага сделать. Или мне с пробуксовкой заехал в гребаный двор и все и застрел. Да твою ж мать. И развернулся. Добрый день. До свидания. Ха! Баба с пустым ведром. К чему бы там? А может, оно не пустое? Я так и не видел. Хоть бы не пустое, хоть бы не пустое. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Знаете, документы забыл. Паспорт могу показаться. А на машину? Вообще, ну, целая. Сюжетная? Своя? Своя? В смысле? Хорошо. Не забывайте, не забывайте, друзья. Спасибо. Извиниться за задержку. Там даже где-то на минутку солнце выглядело. О, вон там уже спряталось из облака. Так что синоптики не обманули, почти ясно. И выполнили мы уже 16 заказов. Я уже совсем ку-ку. Я уже даже сумму не смотрю. Мне уже просто важнее цифра, количество заказов. Алло. Нет, я заехал здесь. Я на парковку. Да, на парковку. На эту заехал. Просто здесь машин много. Сейчас, подождите минуту, я выйду из машины и гляну, где вы там. А, слушайте, вот я и ставил. Да, тяжело иногда приходится. Серьезно? Потому что она стояла, и нет, она за мной. С мигалками, которые... С мигалками, может, которые... Нет, 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 конечно, я бы не помню. Хотя я осейная, на гладке. На промежуточной точке надо снова вылить жижу. Сегодня какой-то день иностранцев. До этого поездка была... Я даже не знаю, кто они. То ли арабы, то ли турки. А сейчас итальянец или испанец. На-на-на-на-на-на. 20 заказов я сделал. Это, считай, норму за день. О, и прилетел следующее. Как я ранее говорил, если на 4 дня поделить, то по 20 заказов в день. Поэтому сейчас мы будем перевыполнять, чтобы успеть за 3 дня. Да поедем. О, опять коротыш космонавтов, Слободская. Нормально. Не знаю. Меня, конечно, сегодня кидает, блин, по всему городу. Я потом в конце приложу скрин, как я ездил. Но и коротышей много, и... Ну, и такие долгие поездки были. Но долгие... Комфорт плюс в основном попадались. Либо комфорт. Что очень радует. Что, ребята, опять начались зоны. Уже 5.30. Я даже один заказ оттуда вывез. Ну, он был, правда, с большим коэффициентом, чем они предлагают по зонам. Но все равно. Зато он был коротеньким. И вот еду на следующие. Короче, к вечеру опять снег пошел. Блин, стекло у меня, конечно. Ладно, давайте побояем. Да. А, сразу аромат пошел. Блин, вонючая капец. На этот момент мы сделали заказов 25 уже. Это я на 26 еду. Если его, конечно, не отменят, как они любят. О, все отменили. Смотрите. Чуть-чуть отменен. Слишком нетерпеливые. Хорошо. Мы сейчас находимся в зоне. Так что, в принципе, стоим и ждем. Не на остановке, кстати, а где-нибудь. Давайте здесь в сугробу очередной заехать. А вот и заказ. Куда? Червяково. Чечерина. Чечерина. Это у нас белая вежа. Вроде как нормально. Заказ на 3,5 километра. Вместе. Все, погнал я дальше. По городу ездит такое такси. Я не знаю, что там за служба. Короче, вот Ford. Он такой нежно-нежно розовенький. Сейчас я его попробую догнать. Он, правда, грязный сейчас. Но мне кажется, он один по городу ездит. Ну, в смысле, несколько нету таких. Я номера не запоминал. Вот он. И, как ни странно, там паренек работает. Или мужичок. Не знаю, по возрасту. В общем, не девушка. Алло. Здравствуйте. Червяково 52 у меня написано. И отметка стоит там же. Какое еще раз нужно? 55? А, через дорогу там длинный такой дом. Вы туда ближе к Гиппо или где? А, я понял. Хорошо, через минуту буду. Ну, вот, очередные криворучки. Отмечен один дом. Написан тоже другой дом. А стоят они еще где-то в другом месте. А едем на Чичерино 13? Так, 13. 13 у меня 13. Там правильно, да? Потому что здесь и адрес, и отметка не написано. Одна раз посмотрела, просто лопнула, где локация, а он не нашел. Как пишет она нам? Ну, что? Ну, мы уже должны были приехать. Что, они показируют, вроде, да? Там, наверное, перекрыли, скорее всего. А, в пробке стоим, да. Ну, как-то неожиданно. Вообще должны... Ну, пишет 5 минут, но вообще мы должны были уже приехать. Возможно, эти перекрыли, что-то хотите. Да. Что, пробки? Ну, в центре, да, немного есть. Да я просто заказал бизнес, охуел от того, что увидел надпись, что ко мне приедет Тесла. Да? Думаю, прикольно. На Тесле я еще не ездил. То есть там приехала? Нет. Всего? Потому что, блядь... Ну, я спокойно закабышал, думаю. Ну, сейчас мусор выкину, покурю. Ага. Все дела, блядь. Думаю, дай гляну, блядь. А сначала было 10 минут. Ну, как бы бизнес дольше приезжает. Ну, вот. Вот. Блядь, хуяк он где-то встал на глушняк. И пишет 17. Думаю, блядь. Ну, если бы я еще сидел дома, я бы, может, ради прикола подождал Теслу. Просто же спросить у человека, блядь, нахуй ему это надо? Ха-ха. Не знаю, может, все просчитал выгодно. Не-не, выгодно мысль не можем, потому что машина дорогая. Мне тоже так кажется. Скорее всего, что за рулем водитель, понятно же, да? Угу. Просто вопрос, ну, в чем смысл-то? А ну, с на Октябрьской стал, я там тоже долго стоял. Ну, блядь, да, наверное. Ну, короче, там прям пиздец все черное было. Там, наверное, перекрыли, потому что... Ну, я реально там минут 10 стоял, вот с пассажиром мы ехали. Ну, я понял, Даша. Ну, в общем, короче, не судьба была проехаться на Тесле, но и выпустим. Ну, ничего, в другой раз. Да, верите мне. По большому счету, без разницы, а просто по вашим ценам такси стоят копейки. Чистое, блядь, издевательство. Ну, как есть. Такой сейчас рынок такси. Ну, у вас. Ну, да. Потому что, блядь, я езжу по бизнесу, блядь, за бабки, которые в Москве только посадка. Ну, в Москве бизнес, посадка 10 рублей. У меня здесь самая дорогая поездка, блядь, была с коэффициентом 14 или 15. А, ну, ясно. Ну, все, блядь. Ну, да. И у вас единственное, что, блядь, только в бизнесе, у вас автомобили совпадает с российским. Более-менее. Ну, единственное, там, ну, мне реально похуй. Я вам честно скажу, блядь, я бы на экономии ездил, если у вас такие же долбоебы, как у нас, не появились, блядь. А что там водители? Да. Ну, откуда-то чурки появились. Причем, ну, такие. Я к Кавказу отношусь спокойно, блядь. Я с ним вырос, можно сказать. Познается институт. Просто водить не умеют, или что? Водить не умеют. Город не знают, блядь. А для меня вот это вот пизда. Я, блядь, не понимаю, когда человек работает в такси, не знает город. Для меня это пись ест, все, блядь. Меня начинает плющик. Ну, знаете, у меня принцип такой, если что-то делаешь, делай хорошо, если не можешь, блядь, делай что-то другое. Почему? У нас тоже встречается, что город не знает, по навигатору ездят. Я уже приезжал один, да, город не знал, ехали по навигатору, блядь. Ну, для меня это пиздец, ебать. Я центр Москвы знаю с закрытыми глазами. Понимаете, да, сравнить Москву и Минск? Конечно. Ну, так, один микрорайон, блядь. Да, да, да. Утрировано, конечно, но по числу жителей у вас в Минске живет миллион, блядь. В Москве только по переписи, бля, 15, а в реалии, наверное, 25. Да, там больше, чем республика, наверное, наша в два раза. Да, да, понимаете, ну, блядь, ну, не могу я, ну, уже нахуй. Не понимаю, поэтому в Москве, ну, вот у нас одна компания есть нормальная, где водилы нормальные. Вот, я или на ней езжу, или на каршеринге езжу. Ну, это, да, вправо видно, что это перекрыто. А что здесь такое? Да, что-то я не знаю. Президент-отель, блядь. Гвардейцы кардинала стоят. Входняк какой-нибудь. Наверное, это народное собрание, какое-то движение. А, 10-11. Нет, 1-11. Завтра уже начали. У меня пацанцу не вез. Вроде я так посмотрел, блядь, выходные, тишина, бля, воскресенье. А по ходу дня, как будто еще собираются, блядь. Да, что-то будет. Я ему попытался объяснить свое. Ну, как, я спокойно, у меня, как бы, ну, мне главное, чтобы людей не убивали. Остальное, у меня, если честно, внутреннее дело, блядь, мало беспокоит. Ну, просто, блядь, они вот, ну, вот он, на самом деле, все правильно. Мы тут где-то 25 с виду, мальчишка. Они просто, блядь, не видели. Они не понимают, что такое чеченцы. Они не понимают, что такое, когда много чурок в городе. Что, когда, блядь, девочки не могут спокойно по улицам ходить. И, блядь, из-за этого они не понимают, что, если, ну, как, уйдет, он, уберут его, Лукашенко, да? Что здесь может начаться вахханалия, бля, похлеще украинцев. А может быть и такая же. Наводнение будет. Вот, а понять это могут только люди, там, ну, плюс-минус, там, блядь, 40+, кто в Совке вырос, там, кто в 91-м году, блядь. Я говорю, блядь, ёбаные бараны, блядь, у нас в 91-м году, блядь, по Белому дому танки стреляли, блядь, и людей давили, блядь. Вообще, да. Я говорю, вы можете это понять, блядь, они не, вот такое пшенье, что, сука, люди, блядь, дальше носа не видят. Я же не говорю, что Лукашенко это хорошо. Ну, блядь, ребята, вы поймите, что он ничем от нашего и от других не отличается. Если хотите, можете меня на остановку искать, чтобы сюда заезжать. Да, да, занят. Сложно. Сейчас, а может, остановиться вот после перекрестка сразу же? Светлого? Да. Прям заворачивать не надо, как быстро. Ну, ладно, как вам помочь здесь? Наверное, будет сложно. Не, ну, да, я перестроиться теперь, да? Ну, не то, что ли. Я могу сюда завернуть, здесь удобно будет? Да, давайте, да. Можно сюда. Нельзя останавливаться, и здесь еще здесь. А, давайте, давайте. А здесь не так опасно. Ну, здесь нормально? Да, да. Хорошо. Даже лучше. Спасибо большое. До свидания. Хорошего вечера вам. До свидания. Вот вам немножко волшебной зимы. Скажите, красота. Вот это зимой любимый мой момент, когда снег крупными хлопьями медленно, безветренно падает. Именно, чтобы фонари светились. На мой взгляд, это самый красивый момент зимы. И такое бывает крайне редко. Там, я не знаю, совпадает, может, пару раз за зиму. И так едешь и кайфуешь, красота. Там город даже по проспекту вся иллюминация включена. То есть, ну, такое ощущение, что Новый год, только елок нет. Давайте я вам расскажу итоги. Ну, пока доедем, будет 250 километров. 8,6 средний расход. Ну, если заметили, лампочку я так и не поменял. Так одноглазым и езжу. Сейчас уже 8 часов. То есть, мы с вами где-то работнули 12,5 часов. Итог по заказам. У нас получилось 32 заказа. Вот, если видно, вот здесь. И 150 рублей. И 55 копеечек. Что я хочу сказать. День тухловатый. Ну, как бы, заказы то были, то не были. Ну, в принципе, можно сказать, они всегда были. Просто какие-то заминки такие непонятные были. И самое главное то, что мы сделали 32 заказа, а не 20. То есть, я даже половина суббот, больше, чем половина субботы, уже сегодня отработал. Поэтому большая вероятность, что в субботу я все-таки работать не буду. А буду монтировать выпуски, которые вы увидите в понедельник. О, смотрите, сейчас я вам проспект покажу. Вон там все светится. Ну, и здесь тоже местами так. А все это в честь чего? Вот этого праздничка. Ну, то есть, для кого-то это праздник. Все, на этом я выпуск завершаю. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Завтра у нас, получается, четверг. Я снимать не буду, а буду снимать в пятницу. То есть, я через день перепрыгну. И в пятницу вы уже увидите, что у меня получилось по итогу. Все, всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok